Доллары США Морган Стэнли даже понизил свой прогноз роста ВВП США на этот год с 3,4% до 3,1%, поскольку розничные продажи составляют примерно треть потребительских расходов и довольно сильно влияют на экономику. В четверг американская статистика была хорошей. Количество новых безработных за неделю оказалось минимальным за последние 14 лет. Рост промышленного производства в сентябре и индекс производственной активности в Филадельфии превысили прогнозы, однако этот позитив был нивелирован довольно неожиданным заявлением главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ФРС может продолжить стимулирование экономики за счет эмиссии, пока инфляция остается низкой. В результате курс доллара США в этот день не вырос и проигнорировал статистику. В ходе своего выступления в пятницу глава ФРС Джанет Йеллен не затрагивала американскую денежную политику и ее речь не повлияла на финансовые рынки. В среду ЕЦБ не сообщил окончательные параметры планируемой денежной эмиссии, что оказало поддержку евро на прошлой неделе. При этом в четверг еще и вышла позитивная европейская статистика. Инфляция в Евросоюзе в сентябре слегка выросла, что в текущей ситуации считается благом для европейской экономики. Положительное сальдо торгового баланса за август превысило прогнозы. На текущей неделе, по нашему мнению, главным днем будет среда, когда выйдут данные по инфляции в США за сентябрь. Прогноз является позитивным для американского доллара, однако после этого до конца недели ожидается довольно слабая статистика, поэтому пока итоговое изменение курса спрогнозировать сложно. В четверг ожидается рост недельной безработицы после ее экстремально низких значений на прошлой неделе. Данные по американскому рынку недвижимости в пятницу ожидаются негативными. По нашему мнению, динамика курса евро к доллару на этой неделе, скорее всего, будет определяться информацией из США. Прогнозы экономических показателей еврозоны ожидаются в целом слабыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова